Ирина Кудряшова. Прощение любви. Жизнь деревенская заметно отличается от жизни городской не только тем, что народ в деревнях держит скот, возделывает землю и вкалывает с утра до ночи без выходных и отпусков. Есть еще в деревне свои традиции, привычки, совершенно непонятные горожанам. И даже вкусовые пристрастия заметно отличают деревенского жителя от городского. Но каждый привыкает к своей жизни и в большинстве случаев жизнью этой доволен, как и жители деревни Малиновка, о которой пойдет дальше речь. Первым парнем на деревне, в хорошем смысле этого слова, здесь по праву считали Захара. Правда, на гармонии парень не играл. Но был хорош собой, высокий, плечистый, с приятными чертами лица и очень густыми волнистыми волосами. Умел работать, сам видел, что нужно сделать, брался и исполнял любое дело честно, не халтуря. А еще ребята ценили Захара за то, что не было в нем подлости. Поступал он всегда по справедливости, не ловчил, не шел на сделку с совестью. Девчонки же чувствовали себя рядом с Захаром так спокойно, будто знали, при нем с ними не может случиться ничего худого, он в обиду не даст. В положенном возрасте парень отслужил в армии. Время это прошло для него благополучно, не пришлось пережить дедовщину. И опять же, в пользу Захара говорило то, что он отслужил, не уклонялся, за чужими спинами не прятался. Но домой ему хотелось очень. Причем странное дело. Многие ребята после армии мечтают зацепиться за большой город, поступить учиться или устроиться работать, а потом окунуться в те удовольствия жизни в мегаполисе, которых долгие месяцы были лишены. Захар же любил свою деревню и хотел вернуться туда. В душе ему было больно, что деревенька, прежде такая большая и шумная, теперь потихоньку угасала. Сначала закрылся заводик, где работало большинство жителей, потом из двух школ в деревне осталась одна. Уехали врачи из местной больницы. Раз в неделю в нее приезжал вести прием молодой медик. Да надолго ли его хватит? Тоже постарается уволиться из глухого угла. Но какая чудесная природа здесь была. Речка чистая, как слеза. Леса, в которых грибов осенью не счесть. А выйдешь на окраину в июле, луга цветут красиво так, что аж голова идет кругом. То ли от ярких цветов, то ли от их медового аромата. Захар понимал, что сразу после армии в институт ему не поступить. Забылось многое. Он собирался поработать годик, окончить подготовительные курсы и пойти в сельскохозяйственный. Образованных людей в родной деревне осталось мало. Парень знал, что с дипломом перед ним откроется широкая дорога. Но все эти мечты были на будущее. А пока же, только бросив в своей комнате вещи и обняв родных, Больше всего Захар хотел даже не друзей своих увидеть, а обижать дорогие сердцу места. Побывать на реке, на том маленьком пляже, про который мало кто знает. Ну и хорошо же там. Речка почти везде мелкая, курица вброд перейдет. Там достаточно глубока, чтобы наплаваться в волю. Ну а уж потом, конечно, можно и с ребятами встретиться и засидеться на берегу с ними, петь под гитару, шашлыки жарить. Правда, отец с матерью очень просили Захара в этот первый вечер никуда из дома не уходить. Они дни считали, не могли дождаться, когда сын вернется. И теперь собирались устроить застолье, пригласить родных и друзей. Захар по опыту знал, это полный дом народа. Уже и еда была загодя наготовлена, куплена и выпивка. Пришлось пойти навстречу родителям. Но главную тайну мать утаила. Не случайно включила она в число гостей Тоню с дочкой Любушкой. Любаша была немного помладше Захара. И прежде они только несколькими словами перебрасывались при встрече. Мать парня в институт не очень доверила. Думала, что сын может все же соблазниться городской жизнью. А вот Люба, окончив педучилище, точно останется преподавать в здешней школе. Золотая девушка. Антонина, мать ее, не шибко крепкая здоровьем. Только и держится тем, что климат тут хороший. Воздух чистый, козье молоко, овощи со своего огорода. И Люба понимает это. Все успевает. И о маме заботится, и учится, и хозяйство на себе тянет. Что скрывать? Многие парни, а зачастую и девчата в деревне, выпивают. Но никто никогда не замечал Любу в плохой компании. Такая скромность нынче редкость большая. Вот если бы Захар женился, родители уверились бы, что сын никуда не уедет, останется жить тут, рядом с ними. И совсем уже перед самым вечером, когда гости начали сходиться, мать коротко пояснила парню, что придет Люба, и нельзя оставлять ее без внимания. И вообще, хорошо бы было, если бы Захар к ней пригляделся. Сын разгадал замысел сразу. Мам, только не вздумай, пожалуйста, мечтать о моей женитьбе. Я не собираюсь так рано обзаводиться семьей. Лет в тридцать, если, или даже позже. Захар знал, что сегодня это вполне нормально. И выучишься, и на ноги встанешь, и заработаешь какие-то деньги. А может, и съездить куда-нибудь успеешь, мир посмотришь, хоть одним глазком, как говорят. Родители же считали, что чем раньше сын обзаведется собственной семьей и детьми, тем лучше будет для всех. Захар постарался найти компромисс. Любу посадили за столом рядом с ним, и он вел себя как гостеприимный хозяин, но не больше. Правда, отметил, что девушка похорошела. Однако искорка влюбленности не вспыхнула, так зачем же подавать Любе напрасные надежды? К тому же девушка осталась такой же застенчивой, как и в былые годы. И завязать с ней разговор не получилось. На вопросы она отвечала односложно, и Захар переключился на других гостей. А когда собравшиеся подняли третий или уже четвертый тост, парень окончательно забыл про свою соседку Тихоню. Улучил минуту, улизнул из-за стола и сорвался все-таки с друзьями. Объехать на велосипедах места, которые так давно хотел увидеть. Но мать Захара не сдалась. Поняв, что первая попытка сдружить молодых людей оказалась безуспешной, она стала звать к себе Любу по поводу и без. Даже на картах девушки гадала, пророча ей скорый, счастливый брак. В конце концов, уже сама Любаша не выдержала. «Тетя Лена», — сказала она, — «мне очень неловко, что я постоянно у вас тут торчу. Захар может подумать, что я ему навязываюсь. Нехорошо это. К тому же дел столько. Вон комбикорм заканчивается. Его привозят не угадаешь когда. То в среду, то в воскресенье. У меня всего ничего осталось. Караулить надо, чтоб автолавку не проворонить. Козы меня запросто съедят. Надо взять хоть крупы, пока дешевой, да кашу им сварить». И тетя Лене тут же пришла в голову идея. «Ой, так нам же тоже нужен комбикорм», — всплеснула женщина руками. «Пусть Захар возьмет машину отцовскую и съездите с ним в райцентр. Сразу загрузите несколько мешков и на вас, и на нас. Тяжеленные они, мешки-то эти. Сама не таскай. Пусть Захар тебе выгрузит и в сарай сложит». Мать знала, что вариант беспроигрышный. Любе это очень удобно, а Захар и не догадается ни о чем. Просто появилось дело, которое нужно сделать, и все, в деревне этим никого не удивишь. А еще мать парня знала, что вечером обещали дождь с грозой. «По грунтовым дорогам попробуй доберись домой». И когда ребята готовились уже садиться в машину, тетя Лена отвела Любашу в сторону и негромко наказала ей. «Ты посмелее будь. Я тебя с детства знаю. Вижу, что сын мой тебе нравится. Тебя дома хорошо воспитали. Ты считаешь, что парень первый должен начать ухаживать. Только я вот что тебе скажу. В этом возрасте они еще глупые, парни-то. И неважно, школу они закончили или институт. А все равно в голове пока друзья, мотоциклы, компании. И девчонка, которая посмелее, возьмет такого недотепу и уведет. И он за ней пойдет, будто теленочек. А вот хорошо ли ему с такой женой потом будет, это еще неизвестно. Такие себя любят и из мужиков всю жизнь веревки вьют. А к тебе, я, Любушка, присматриваюсь и понимаю, что другой невестки я бы, пожалуй, не хотела. Конечно, у каждого из вас своя голова на плечах. А только ты помни то, что я тебе сейчас сказала. По дороге в райцентр парень с девушкой почти все время молчали. Захар пробовал начать разговор, но он не клеился. Люба смущалась и краснела. И молодой человек оставил попытки разговорить свою спутницу. Люба ругала себя за то, что не может быть раскованной. Но ничего с этим поделать не могла. Слишком уж ей нравился Захар. Она замирала от того, что он рядом. Ей казалось, что сама ее душа ведет с ним разговор. Но выглядело все так, будто замкнутая девушка боится лишнее слово сказать. Обрадовалась Люба только тогда, когда комбикорм был куплен. «Прямо камень с души», – сказала она. «Ведь не накормишь моих подопечных как следует. С утра кричать начинают, и мне, и, главное, маме спать не дают. Теперь надолго хватит». А потом девушка добавила, глядя на небо, которое быстро темнело. «Гроза надвигается. Успеем добраться?» Не успели. Дождь пошел стеной и так, что дороги очень быстро развезло. Они успели доехать до Сосновки, что находилась в семи километрах до Малиновки. А дальше никак было не проехать. «В машине придется ночевать», – сказал Захар. «В настоящих полевых условиях. Ты как, сможешь сидя спать? Я тебе куртку дам. Где-то тут у отца лежала старая». Люба представила, машина тяжело нагружена, повернуться неудобно, все тело затечет. Потом ей пришла в голову мысль. «Тут в деревне этой старенький домик, где жила моя бабушка. Две минуты идти. Может, лучше там устроиться? Я только не помню, что там из мебели осталось. Кажется, почти все вывезли. Но все-таки можно не в такой тесноте переночевать». Добежали они до домика уже до нитки мокрые. Строение и вправду было ветхое. И тем не менее, выглядел домик живописно. Голубые ставни, пионы под окнами. На двери болтался замок, но чисто с символической целью. Его можно было руками открыть. Внутри и правда почти ничего не было. Одна комната, та, что побольше, стояла совсем пустая. В маленькой, узкий шкаф и кровать полуторка. И только кухня выглядела более-менее жилой. Там сохранился стол, несколько стульев, полки. Люба отыскала электрическую плитку, кастрюльку, которую можно было использовать вместо чайника. «Сейчас воды из колодца принесу», – сказала она. Парень вышел следом за ней в сене, где заметил дрова. Набрал охапку, растопил печь. «Снимай вещи мокрые, посушим», – сказал Захар, снимая брюки, и добавил. «Надеюсь, я тебя не смущу, но неудобно в мокрой одежде сидеть, и ты не стесняйся». Любаша зарделась, отведя тут же взгляд, и прошла поспешно к шкафу. Достала бабушкин халат, переоделась и протянула парню спортивный костюм. «Вот, надень. Это бабушкин сын, когда гостил у нее надевал. Все чистое, я сама стирала здесь все вещи». А потом они пили не чай, а просто кипяток. Но это все-таки было лучше, чем ничего. Оба согрелись. «Ты ложись», – сказал Захар Любе, имея в виду единственную кровать. «А я на полу как-нибудь устроюсь. Синовала тут, как я понимаю, нет». «Сарай совсем ветхий. Бабушка в последнее время уже не держала никого, даже кур. И сена, конечно же, нет». «На полу неудобно. Давай как-нибудь спина к спине. Поместимся». Правда, на полу жестко и холодно. Они легли, постаравшись умаститься под тоненьким одеялом. Захар почувствовал, что Люба все-таки мерзнет. Руки, которыми она его случайно касалась, были совсем холодными. Он обнял девушку и прижал к себе, думая, что она согреется и заснет. Но потом, как будто само собой все случилось. И заснули они уже тогда, когда в комнате начинало светать. Утром, перед тем, как ехать, Люба расплакалась. «Что ты?» Удивился Захар. «Мама, я не смогу от нее скрыть. Она просто догадается, знает же меня. Ты понимаешь?» Люба с мольбой посмотрела на него. «У нее же взгляды старые. Надо, чтобы все было как прежде. Чтобы свадьба и все такое». «Да ладно, ты ей ничего не говори и все будет нормально». Захар даже не понял, насколько серьезным в глазах девушки выглядело все, что произошло между ними. В эту минуту Люба подумала, что парень, которого она любит, и вправду глуп. Ему даже в голову не пришло как-то успокоить ее, сказать, что они будут вместе. Весь обратный путь она старалась скрыть от него слезы. Но не родня девушки, а мать Захара первая догадалась о том, что случилось. «Было между вами что-нибудь?» Задала она сыну прямой вопрос. И когда Захар признался, что «было, да», мать только кивнула. Днем она переговорила об этом с отцом, а вечером сына вызвали на семейный совет. «Ты должен жениться», откровенно заявил отец. «Была бы какая девка гулящая, а Любу мы опозорить не дадим. С матерью ее много лет дружим, и саму девочку с измальства знаем». Захар только вздохнул. Он был совсем не рад, что так получилось, но понимал, что в словах родителей есть своя правда. Даже если сам он соберется сейчас и уедет отсюда, чтобы не связывать себя раньше времени браком, девушке придется «ох, как не сладко». Все равно дознаются, что с ней произошло. Всплывет это. Конечно, никто не станет мазать ворота дегтем, как в старину бы сделали. Но уж косточки Люби перемоют знатно. А ей и застенчивой. Хуже наказания нет. Да и родителям самого Захара достанется. Когда соседи будут с ними разговаривать, в их интонациях появится некая нотка презрения. Дескать, хорошего же сына воспитали. Сделал свое дело и сбежал как трус. «Ладно», – решился Захар, обращаясь к матери. «Ты к ним сходи, поговори с Любой. Распишемся. Только свадьбу-то шумную не устраивай. Ни к чему оно». Женщина удовлетворенно кивнула. Свадьбу сыграли быстро. И здесь желания Захара уважили. Обычно на свадьбу принято было всю деревню приглашать, чтоб никто не обиделся ненароком. Но тут просто посидели дома своей компанией. Платье Любе дала одна из подруг, что вышла замуж на год раньше. У Захара тоже остался хороший костюм после выпускного вечера в школе. А уж разносолов мать наготовила, будто дорвалась. Мечта сбылась. Сына женила на той девушке, на которой и хотела. Жить молодые решили в доме у Любы. Мать ее нельзя было оставлять одну. Захар устроился на местную ферму работать трактористом. Друзья посмеивались над его мечтой об институте. «Лучше свой трактор купи, хоть небольшой, и огороды по весне людям вскопаешь, и сено летом заготовишь. Всегда при деньгах будешь. Вон, Валентин уж скопил и свой дом построил над озером. Лучший на деревне, двухэтажный, из красного кирпича». Но Захару стало казаться, что жизнь его движется тихонько под откос. Люба оставалась такой же, как и до свадьбы. Тихой, скромной. Целый день она была занята делами. Училась заочно, а осенью должна была пойти работать учительницей начальных классов. Захар в глубине души чувствовал, что достоин лучшего. И когда Люба, опустив голову, несмело сказала ему, что ждет ребенка, не только не испытал радости, но, напротив, почувствовал, будто петля на его шее затянулась. «Куда я теперь денусь?» С тоской думал он. Старшее же поколение было счастливо. Родители уверяли, что помогут нянчить внуков. Они-то всем были довольны и не понимали, почему сын ходит такой мрачный. Даже когда родился маленький Максим, Захар не оттаял. Почему-то считается, что мужья как можно скорее хотят обзавестись наследником. Захара же младенец только раздражал. Не стало никакого покоя. Все домочадцы подстраивались под образ жизни ребенка. Нельзя было ни ночью поспать спокойно, ни после работы отдохнуть. Нередко Захар ходил к матери. Дух перевести. Отдохнуть от семейной жизни. Люба тоже очень сильно уставала, но не жаловалась. Она много времени уделяла малышу, но и о муже не забывала заботиться. Готовила все свежее к его приходу и успевала все. И постирать, и убрать, и в огороде прополоть, и в стайке вовремя управиться. Но Захар считал себя самым несчастным. И если бы не нашел себе утешения, кто знает, может быть, он все-таки не выдержал бы и сбежал от такой жизни. Или по меньшей мере начал выпивать, чтобы расслабиться немножко, избавиться от раздражения. Но в его жизни появилась Соня, и все изменилось в одночасье. Кто-то мог бы сказать, что Соня была человеком трудной судьбы, но она об этом не задумывалась. Отец девушки рано погиб, мать тяжело работала всю жизнь и рано состарилась. Соня не только не обладала способностями к учебе, она прямо-таки ненавидела все это. И школу, и книжки. Считала пустой тратой времени, чем-то не приносящим конкретной пользы. Гораздо больше ее манили вещи. Яркие, нарядные. И когда Соне исполнилось 15 лет, в деревне уже знали, она пойдет гулять с каждым, кто что-то может ей подарить. Платье, косметику, новые сережки. Мать стыдила дочку. Говорила, что та ведет себя, как последняя продажная девка. Но Соня была о странный язык и тут же отвечала, что раз мать сама не может обеспечить дочь, значит, ей нужно молчать. После девятого класса Соня уехала в город, и насколько слухи доходили, вела там довольно бурную жизнь. Может, если бы внешность у девушки была заурядной, ей бы не удалось столь эффективно ее использовать. Но Соня уродилась на редкость хорошенькой и пользовалась большой популярностью у мужчин. Потом она неожиданно вернулась домой, побледневшая, похудевшая. Мать с горечью пожаловалась знакомой, а от нее уже разнеслось и дальше, что Соня сделала аборт, и последствия были тяжелыми. Теперь, если забеременеет, ей только рожать, второй раз избавляться от ребенка нельзя. И так здоровье подорвала. Но, видно, и психологическую травму девушка получила. Мать искала ей работу, смогла устроить только на ферму дояркой. В прежние времена ни за что бы не согласилась Соня доить коров. А тут пошла. И к тому времени, как на ту же ферму устроился Захар, она уже немного окрепла, и прежняя бесшабашность стала к ней возвращаться семимильными шагами. В школе Соня училась двумя классами старше, и в то время Захар ее не замечал. А тут взглянул на нее в новом свете и будто бы рассудка лишился. Соня была крепкой блондинкой невысокого роста, и Захару показалось, что ничего не может быть краше ее пышных форм, вьющихся волос и всегда насмешливой улыбки. Уже и хозяин, у которого парень работал, стыдил его. «Что ты ведешь себя, как холостой? За Сонькой бегаешь, все замечают. У тебя жена, умница, ребенок маленький. Как твоя Люба терпит это все? Домой приходишь, бог весть когда? Пока Соньку проводишь, пока нагостишься у нее. Другая баба не выдержала бы, а греб бы ты у нее по полной». Захару хотелось сказать, что Любе положено молчать и быть благодарной за то, что он женился на ней. Но хозяину он возражать не решался, просто молча отводил глаза. Зато наедине со своей матерью он не стеснялся. Пожилая женщина тоже все видела и пыталась образумить сына. Она еще больше привязалась к невестке, любила и жалела ее. Но когда мать пробовала заступаться за Любу, Захар срывался. «Это ты меня женила против моей воли. Теперь-то я понимаю, что поездку ту не случайно ты подстроила. Так что молчи». «Тебе, Любе, не стыдно в глаза смотреть. Я не видела, чтобы другая, чья-нибудь невестка, вот так в лепешку расшибалась. И ребенок, и хозяйство на ней, и свою мать обихаживает, и мне старается помочь. А ты кобели есть кобель». «Знаешь что? С совестью у меня все в порядке». Почти зарычал Захар. «Я же Любу с ребенком не бросаю. Зарплату ей отдаю. На развод не подаю. Но раз не дали мне нагуляться, терпите теперь все. Как бегал к Соне, так и буду бегать. Одна у меня в жизни радость осталась. Если б не она, бросил бы я тут действительно все к чертовой бабушке. И разбирайтесь сами, как хотите». «И что ж...» Мать не выдерживала, переходила на язвительный тон. «Сонька-то согласна мириться с такой жизнью, да на двоих тебя делить? Она поди тоже замуж-то хочет. Но у нас страна не мусульманская, гарем не разрешен». Захар замолкал. Подсознательно он чувствовал, что Соня томится в деревне, что если бы была у нее возможность, она бы снова рванула в город, не задумываясь. Порой она говорила с Захаром с раздражением, вспоминала что-то из городской жизни. Но тут случилось то, что изменило многое. Соня забеременела. Захар обрадовался. Когда любовница призналась в том, что ждет младенца, и избавляться от него ни в коем случае нельзя, он решил, что теперь-то все будет, как он хочет. Поздно вечером он вернулся домой и сразу же поговорил с Любашей. Сказал, что как только Соня родит, он уйдет к ней. От сына не откажется, будет давать деньги на Максима, но это и все. «Сама знаешь, у нас с тобой любви и не было. Случайно все получилось?» Сказал он, нисколько не жалея молодую женщину. «А что же сразу и не уйдешь?» Спросила жена, но он оставил ее вопрос без ответа. Слез Любы он не видел. Она научилась плакать украдкой так, чтобы никто и не заметил. Стала еще более молчаливой. Голос жены Захар Захар теперь слышал лишь тогда, когда она говорила с сыном. И, видимо, ощущая все-таки свою вину, мужчина старался как можно меньше бывать дома, но уйти насовсем, пока не мог решиться. А потом случилась беда. Ушел Захар как-то с другими мужиками в лес заготавливать дрова и пропал. Назад не вернулся. Никто из его спутников не смог точно сказать, когда Захар отделился от честной компании. Конечно же, его искали. Весь лес прочесали, но нашли только его сапог, весь в крови, да лоскут от штанины. Тут уже подозрения появились самые мрачные. Волки в лесу водились, но обычно близко к селу они подходили только зимой. Встречались и медведи. Раз Захар сам не вышел к людям и местные жители его не нашли, оставалось думать, что дело кончилось плохо. Наверное, со зверем не совладал, сказал один из мужиков-охотников и покачал головой. Дескать, вряд ли сыщется Захарушка. Когда Соня услышала об этом, у нее начались схватки. В местном медицинском пункте постоянно дежурила только медсестра. Она и дозвонилась до городской скорой помощи. Роды предстояли сложные и молодую женщину немедленно увезли. Через пару дней в селе узнали, что родила Соня двойняшек-девочек, а чуть позже разнеслась новая весть. Мать Сони поехала навещать дочку, а в больнице ей сказали, что та сбежала из роддома, отказавшись от детей. Эта новость так поразила женщину, что она не смогла скрыть ее от односельчан. Рассказывала, обливаясь слезами. Хотела она всегда в город, вот и не выдержала, сорвалась. Может быть, если бы Захар был жив, ее тут он и удержал бы. А раз он пропал, она и вильнула хвостом. Детей Сонька никогда не хотела. Родила только, чтобы живой остаться, на тот свет не отправиться. Что ж мне теперь делать? Поднимать девчонок сил никаких нет. Здоровья уже не осталось. Зарабатываю копейки, и пенсия будет крохотная. А меня власти торопят. Или, мол, на себя девчонок оформляй, или пойдут они в приемную семью, и ты их больше не увидишь. Что делать-то, а? С этими мыслями и пришла мать Сони к родителям Захара. Им и так было не сладко. Горе подкосило обоих. Никто, ни отец, ни мать, уже не надеялись, что увидят сына живым. Хуже нет. Считать Захара за мертвого и где-то в глубине души продолжать на что-то надеяться. Была бы могила, плакали бы на ней. А так, что делать? Чего ждать? Того, что рано или поздно кто-то найдет в лесу останки? Может, вы детей возьмете? Взмолилась Сонина мать. Вас двое все-таки. Живете куда богаче, чем я. Хозяйство крепкое. Подумай, что говоришь, сказал отец Захара. Сама знаешь, какой образ жизни вела твоя дочь. Мы даже не уверены до конца, наши ли это внучки. А даже если и наши. От невестки законной мы не отступимся. Любе станем помогать, ее сына растить. А каково будет Любаши каждый день смотреть на этих нагуленных? Неожиданно Люба встала на пороге. Она недавно пришла к свекру со свекровью, принесла Максима, чтобы отвлечь их от горя. Выглядела молодая женщина очень плохо. Сильно похудела, под глазами лежали черные тени. «Давайте возьмем девочек», сказала она, как всегда тихо. «Что?» Мать Захара сначала даже не услышала. «Говорю, что хочу принять малышек. Вернется мой муж или нет, а это все, что от него осталось. Давайте растить их все вместе. Как-нибудь прокормим и на ноги поставим. Вы мне расскажите, там же какие-то документы надо собрать». Мать Сони расплакалась и обняла Любашу. «Я буду тебе помогать», обещала она. «Когда посижу с малышами, когда носочки им свяжу, была б моя Сонька на тебя хоть немного похожа». Люба оформила над детьми опекунство, когда явился Захар. От него остались кожа до кости. Он сильно хромал. Но пришел все же Захар на собственных ногах. Народу сбежалось. Каждый хотел послушать удивительную историю спасения мужчины. Захар рассказал, что провалился в старую медвежью берлогу и сильно распорол ногу о острый сухой сук. Кричал, звал на помощь, боялся, что истечет кровью, но никто его не услышал. В конце концов, ему удалось кое-как перетянуть ногу ремнем и выбраться наверх. Уже темнело. В лесу никого не было. Он понял, что все ушли. Как Захару удалось добраться до избушки охотников, он сам не понимает. Просто чудо не иначе. Использовали по назначению избу в основном зимой. И там хранился небольшой запас продуктов, немного медикаментов, не лечение, а горе одно. Захар отлеживался, ждал, пока затянется рано, а еще больше, пока восстановятся силы. Тут хоть крыша над головой есть, мука, сколько-то крупы, соль, спички, десяток банок с консервами. Можно попробовать продержаться. Или наведается сюда кто-нибудь, или сам он окрепнет достаточно для того, чтобы вернуться домой. А если без сил отправиться в обратный путь, то можно погибнуть где-нибудь в лесу. Только теперь Захар смог, наконец, добраться до дома. Родители рассказали ему все, что произошло в его отсутствии. Но мужчина отчего-то даже и не удивился. Посидел, задумчиво глядя куда-то вдаль, а потом опустился перед Любой на колени, склонив голову и обняв ее ноги. «Прости меня», – каялся он. «У меня было время подумать. Когда я не знал, чем кончится моя история, заживет ли достаточно рано, я представлял, что будет, если вдруг суждено мне стать инвалидом. Станет ли Соня заботиться обо мне? Нет. Но насчет тебя я ни секунды не посомневался. И тогда я понял, каким был глупцом. Понял, для чего дано мне это испытание. Я уже там решил, что не уйду от тебя никуда. Стану Соне помогать, поддерживать материально, но не больше. Я понял там, что это не любовь. Слепая страсть меня попутала. Считал, что нагуляться надо вдоволь. А зачем, когда дом, полная чаша? Жена, о какой можно лишь мечтать. Сын богатырь. Но нет, запретный плод. Это как в детстве, знаешь, когда кашу заставляют есть, не хочется. А вот варенье ложками большими втихаря. И только с возрастом становится понятно, что каша силы придает, а сладости их отнимают. Любаша. Любаша, все то время, что я там провел, в лесу. Только о вас с Максимкой думал. Поверь мне, прошу. Такой настоящий, как ты, не найду я больше. Клянусь, никогда не изменю тебе. На руках носить буду. Не уходи только, прости. Да куда ж я уйду? Со слабой улыбкой вымолвила Люба. Мы с тобой теперь многодетные родители, так что поправляйся скорее. С ребятишками хлопот довольно много. А через несколько месяцев в деревню приехала Соня. В городе ей снова не подфартило. Она решила забрать детей, но в первую очередь, конечно, Захара. Раз он остался жив, пускай теперь заботится о ней и о дочках. «Уезжай отсюда», сказал Захар бывшей подруге. «Хоть в город свой любимый, хоть в соседнее село, это мне все равно. А только чтобы люби моей ты на глаза не попадалась. Будешь ее беспокоить, найду управу на тебя. Своими руками придушу, а Любе душу рвать не дам». Соня попыталась было закатить скандал, но быстро смолкла. Захар понял, что она поверила в серьезность его слов и испугалась. Уже на следующий день она уехала. Как сложилась в дальнейшем ее жизнь, не знала даже мать. Захар с Любашей с той поры жили душа в душу и счастливы по сей день. Через пару лет после того случая с Соней у них родился еще один сын. Детей они растили всех в любви и строгости. А вот теперь уже и внуки по деревне бегают. И хоть говорят, что в деревнях ничего утаить нельзя, но дети Любы и Захара до сих пор не знают, что у дочек их другая мать. Хотя, возможно, слышали когда-то от кого-то, однако предпочли об этом умолчать, потому что настоящие родители те, кто всегда рядом и никогда не предадут.